Друзья, всем привет! Для удобства строгания нужно хорошо зафиксировать заготовку. Для этого никак лучше подходит столярный верстак. Но так как у меня мастерская маленькая, находится в гараже, полноценный столярный верстак мне разместить негде. Поэтому я решил сделать настольный столярный верстак. То есть, возможно, вы уже видели в интернете, это только верхняя часть верстака, которая устанавливается на любую ровную поверхность, на стол, на циркулярную пилу, на какие-то козлы. Фиксируется парой струбцин и получается полноценный столярный верстак. Рисовал вот такой эскизик, подготовил брусочки под склейку. Некоторые бруски будут склеены из нескольких ламелей. Это придаст больше стабильности древесине. Также для фиксирования заготовок, обрабатывающих, будут использоваться вот такие винты. На них имеются вот такие гайки. Я приварил вот эти пластинки с отверстиями. То есть гайка будет находиться внутри бруска. Музыка. 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 третий винт вот такой интересный не знаю для чего такая респа где применялась работает отлично а 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 смотрите какой пропил получается после японской пилы начиная очень легко вот этот брусок срезают на торцовке под углом который отмечен здесь а а а и а или и а а а а а а Субтитры делал DimaTorzok Только если здесь шип на короткой заготовке, то здесь будет шип на длинной заготовке, так как нагрузки тут направлены в разные стороны. Если здесь два винта будут прижимая заготовку, оттягивать, стараться вот эту, в данном случае как я стою на меня, то здесь будет наоборот в эту сторону. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, на данном этапе сделал сам периметр, склеил щит, который пойдет сюда, склеил подвижную губку вот этих тисков. Далее мне нужно под эти щиты сделать паз под подвижную губку, все это склеить и потом уже готовый верстак я буду рейсмусовать фрезером. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот здесь нужно учитывать разность волокон, то есть в этом бруске у нас так волокна, здесь так, поэтому вот этот будет, конечно, играть на сжатие растяжения. Поэтому вот эта шпонка, я сделаю ее по длине немножко неплотной и склеивать буду где-то одну треть вот от этого расстояния. То есть вы здесь склеиваете, здесь склейки не будет. Иначе все равно, если полностью вы склеите, то где-то обязательно ее в дальнейшем может порвать. Либо здесь, либо здесь. Музыка 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 Собрал на сухую, чтобы посмотреть все ли это. Сходится. Видите, вот эта губка, что можно клеить. Музыка 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 Итак, у нас все хорошо склеилось, все высохло. Теперь я буду выравнивать обе плоскости фрезером по салазкам. Это наиболее лучший оптимальный вариант. Музыка 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 И с обратной стороны досверлить. Чтобы не промазать отверстие, я засверливаю четверкой все места, где будут большие отверстия. Музыка Музыка Все внешние углы закруглю радиусной фрезой 4,8 мм. Музыка Музыка Сейчас она покрыта водной морилкой. Самая обычная дешевой водной морилкой. А сверху я хочу покрыть маслом. Как сказать, поэкспериментировать. Ну, в принципе, водная морилка пора не закрывает. Это ж не какое-то лаковое покрытие. Поэтому должно получиться. Сюда на этот винт сделал нехитрую приблуду. Нашел вот такой старый подшипник. Он рабочий. Я его еще промыл. Немножко смазки добавил. Нашел подходящую трубу. Это 32 труба. Туда Плотненько входит. Отрезал, приварил пластинку. То есть, это будет крепиться сюда, на два самореза. А на винт я нашел болт 16. Приварил его. Отрезал немножко, то есть, под посадку подшипник. И слегка зашлифовал. То есть, здесь внутренняя посадка в подшипнике 15 мм. Он также плотненько налазит. Конечно, в идеале сюда ставить упорные подшипники. Но, я думаю, и с этим ничего не случится. Также сюда, ну это уже в конце всего, вытащу какую-нибудь ручку. Итак, поехали. Маслом закрываем. Сами понимаете, это рабочая поверхность. То есть, здесь со временем будут какие-то побои. Где-то стамеской задел, где-то рубанком, где-то шлиф шкуркой. Поэтому сверх декоративное покрытие я не делаю. Но, все-таки, первоначальный божеский вид для видео сделать надо. Более-менее, чтоб было. Ручка из сливы. Красота. Ну, в принципе, все готово. Возможно, в будущем придется вот эти укоротить немножко, чтоб они не выступали выше обрабатанной заготовки. Но это все со временем, посмотрим. Итак, пару слов объясню, как, что и как, где зажимать. Так, вот так можно зажимать брусочки. Зажали, пожалуйста, струбаем. Соответственно, сам настольный верстак крепится к любой поверхности парами струбцин. Поработали струбцин и сняли. Под него место найду, куда его повесить, положить. Итак, бруски, значит, обрабатанные так. Более широкие заготовки можно зажимать вот в эти, то есть, для обработки их кромок. Зажали, то есть, вот рабочая длина, которая сюда влезет. Естественно, я попозже вот сюда, на эти центры, тут сейчас металлические, надо сделать накладки, чтобы они не проминали материал. На данный момент, пока вы голову, никаких идей нету. Деревянные не хочу, они раскулятся. Но что-нибудь обязательно сюда сделаю. В отсутствие их пока можно подкладывать, ну, какие-то реечки, фанерки. То есть, это в дальнейшем. И также им можно обрабатывать небольшие щиты. То есть, строгать, шлифовать. Для этого вот так устанавливаем. К сожалению, у меня щита нету. Допустим, представим, что он был большой. То есть, вот, две стороны опоры его. Стругаем, шлифуем. Он уже никуда деться. Друзья, на этом я с вами прощаюсь ненадолго. Вскоре, конечно, он будет мелькать в моих видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok